Ну и, наконец, заключительная новость. В Бишкике провели международный турнир среди профессионалов по смешанным единоборствам и тайскому боксу. Соревнования посвятили памяти воинов-интернационалистов. За победу боролись представители Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Из 19 боев наши спортсмены выиграли 13. И сейчас более подробно об этом турнире нам расскажет наш гость Дженебек Бишебеков, чемпион Азии и мира по тайскому боксу. Здравствуйте, доброе утро. И мы видим вот этот замечательный пояс. Давайте расскажем для начала нашим зрителям Аню. Так, турнир проходил в субботу в честь участников войны в Университане. Было где-то 19 пар. 16 из них были про бои по ММА и 3 боя по тайскому боксу. На этом турнире выступал я, Цой Никита и Эргеш Алихан. Наш молодой перспективный тайский боксер. А Никита Цой уже является трехкратным чемпионом мира и триумфатором 2019 года на чемпионате мира. Все трое выступили. Наши соперники были узбеки. Спортсмены приехали из Узбекистана. Тоже хорошие ребята. Все трое выиграли. Никита Цой выиграл в третьем раунде досрочно. Я выиграл в первом раунде нокаутом. И Эргеш Алихан с решением с этих трех раундов. Можно, пожалуйста, поближе рассмотреть? Можно, да? Могу, да. В руки возьму. Я постараюсь. Он тяжелый достаточно, увесистый пояс. И давайте чуть ближе нашим зрителям покажем, как он выглядит. Вот таким вот образом. Расскажите, пожалуйста, как спортсмены вашего уровня готовятся к таким вот большим соревнованиям международным? Мы вначале готовились на чемпионат мира. Она должна была пройти в Таиланде. Ну, поскольку там, как бы, обнаружили вирус, перенесли чемпионат мира и как раз, как бы, назначили этот турнир по профи. И мы как раз, то, что готовились на мирном, как бы, более, оказалось легче. Вот. А так мы готовимся, как обычно, утром, вечером. Вот. Постоянно в зале, как бы, и кроссы, и работа на лапах в паре, там, различные методы. Вы профессиональный, титулованный спортсмен. Сколько времени в день вы уделяете тренировкам, и каждый ли день это происходит? Да, это происходит каждый день. Утром с 8 до 9 у меня кросс, с 9 до 12 тренируемся, там, лапы, работа в парах, также, там, отдельный этот, ну, вкачаемся, там, кроссфит. А потом вечером с 6 до 7 кросс, с 7 до 10 опять тренировка, и так каждый день. Ну, очень плотный график. Да, очень. Есть у вас какая-то предыстория вашего прихода, вот, именно в боевые виды? Да, есть. Как бы, с самого детства увлекался. Вот. В то время, как бы, таких ярких спортсменов у нас не было. Дома тренировался, потом приехал в Бишкек, и именно целенаправильно пришел в тайский бокс, хотя тогда еще тайского бокса не было, искал прям, потом нашел и пришел, и полюбил. У любого спортсмена наверняка есть какие-то приятные, может быть, не очень воспоминания, вот, каких-то первых международных выездов. Есть ли у вас такие? Ну, да, было у меня такой, этот, готовились на, ну, в Казахстан, как бы, и во время, этот, весогонки, тогда еще молодой был, вот, ну, порос в обморок падал, и не смог этот весогнать. Угу. Вот. То есть это достаточно трудоемкий процесс? Да, очень тяжелый, очень вредный. Плюс еще я тогда был молодым, не умел, как правильно гонять. Вот, гонял, и не получилось, упал в обморок, поехал в этот, ну, в другую весовую категорию. То есть при сбросе веса нужно соблюдать какие-то правила? Да, это вообще большая работа тоже. Можете вот немножко, чуть более подробно об этом рассказать, что нужно учитывать? Ну, в первую очередь надо этот, как бы, диету держать, в первую очередь. Сладкое не кушать, соленое не кушать, жареное не кушать, и мучное тоже. Вот, когда у меня, ну, до турнира остается там где-то 3 недели, я начинаю сразу уже этот, на диету садиться. Вот, мучное не ем, там, жирное тоже не ем. Потом, когда 2 недели приходит, остается 1 неделя, я начинаю уже потихоньку этот, только вес гонять там. На парах уже не стою, ну, на лапах тоже особо так, только бегаю и все. Силы сохраняю. Когда организм недополучает каких-то привычных элементов, какой-то привычной пищи, присутствует момент, я не знаю, слабости, возможно, и так далее. Как при вот таких вот процессах в организме выходить на бой? Хватает ли сил? У нас, как бы, этот, ну, мы пьем еще спортивное питание, но во время весогонки мы все это сокращаем, потому что она сладкая. Вот, и, как бы, когда уже вес сделали, мы, как бы, ну, некоторые пьют витамины, некоторые принимают капельницы, но в тайском боксе нет такого, чтобы мы капельницу принимали. Мы только пьем витамины, восстанавливаемся, ну, организм привык к этому же и нормально себя чувствуем. Грядут ли какие-то большие международные соревнования, где вы будете принимать участие? Да, есть, у нас 27 февраля этот в Омске стартует турнир, туда тоже звали по профбоям, потом этот, в марте, в конце чемпионата мира у нас, как раз сейчас готовимся уже, 21 марта вроде бы, вот, переносили, и вот сейчас уже все утихло, и опять. Ну, вы сохранили ту форму, вы говорили, что уже готовились к чемпионату мира, провели вот этот турнир, который прошел в Кыргызстане накануне, и сейчас на март перенесли чемпионат мира. Да, и вот сейчас как раз тренируемся опять же, полным ходом готовимся. Что входит в эти тренировки? Это стандарт, как, собственно говоря, и перед любым другим турниром, или какая-то особенная подготовка нужна перед таким крупным форумом, как чемпионат мира? Ну, если честно, для меня стандарт, я, как бы, в титуланы боятся, и я на все эти турниры, как бы, готовлюсь максимально, стараюсь на максимум подготовиться. Не то, что, как бы, по сравнению, там, с Таиландом, но все равно хочу, ну, приблизительно подготовиться к этой форме. Вы являетесь примером для нашего молодого поколения, подрастающего, возможно, кто-то сейчас, подростки смотрят на вас с экранов телевизоров и думают, я тоже хочу стать бойцом. Что вы можете им сказать? Чего, может быть, стоит предостеречься? На что стоит обратить внимание и так далее? Сейчас вот можете к нашему молодому поколению обратиться. Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать, чтобы не торопились выбором. Сначала этот, не то, чтобы пришел в одну сексу и остался там походить, посмотреть, там, много видов спорта. Греплинг, там, борьба, бокс, таиквандо, там, многие виды спорта есть. Как бы, какой вид спорт, такой человек, как бы, в будущем сформируется. Поэтому я хотел бы, чтобы, ну, прежде чем пойти на какую-то сексу, чтобы не торопились, посмотрели, по этот, ну, почувствовали и потом, чтобы не спеша выбрали. Помимо, может быть, самообороны, развития тела, что еще вам приносит тайский бокс? Может, какое-то умиротворение или еще какие-то чувства вы испытываете? Ну, в первую очередь, я думаю, красоту тела тайский бокс приносит. Это, ну, как бы, не только мне всем нравится, и, как бы, и новичкам, и, как бы, старшему поколению все у нас, как бы, в тайский бокс ради красоты ног, то, что ногами хорошо работаем, и ради красивого тела. Что ж, мы вас благодарим за то, что вы пришли, рассказали так много интересного и желаем вам успехов на грядущих турнирах. Ну, и, конечно же, особенно будем следить за чемпионатом мира и будем надеяться на самый лучший результат в вашем исполнении. Спасибо большое. У нас здесь в студии был Дженбек Бешебеков, чемпион Азии и мира по тайскому боксу. Друзья, будьте здесь и никуда не уходите. Субтитры сделал DimaTorzok